Дамы и господа, в этом видео мы познакомимся с индикатором, который называется Миничарт. Что же это за индикатор, зачем он нужен? Этот индикатор позволяет нам в одном окне видеть то, что происходит на других таймфреймах, видеть то, что происходит не только с той валютой, окно, которое в данный момент открыто, но и любой другой, любой другой символ, любой другой таймфрейм. А мы можем одновременно оценивать ситуацию, глядя на рынок в целом, или на нашу конкретную валюту, которую мы торгуем в разных перспективах таймфреймов. К примеру, очень важно видеть информацию на более высшем таймфрейме, чем вы торгуете. К примеру, вы торгуете на часовом графике, а на четырехчасовом можно смотреть общее направление тренда и придерживаться его, и чтобы не тратить время на открытие множества окон, вот и был создан этот индикатор. Установка его простая. Нужно скопировать файл индикатора в папку Experts Indicators, платформа MetaTrader 4. И на что нужно обратить внимание, это файл шрифтов. Файл шрифта, который идет в комплекте с индикатором, который нам необходимо установить в Windows, иначе информация индикатора будет отображаться неверно. В архиве, который идет в комплекте с видео, находим файл шрифта. Вот он. Правой кнопкой мыши, копировать. Панель управления, оформление персонализации, шрифты. В зависимости от версии Windows, несколько может отличаться. Ну, наберите шрифты в поиске Windows, если не можете найти эту папку со шрифтами. И в любом месте правой кнопкой мыши вставить. И таким образом у вас установится данный шрифт. Далее переходим, открываем терминал MetaTrader. И открываем ту валюту, которой мы будем торговать. Или если же вы хотите, собираетесь использовать индикатор для отображения множества валют, то можете открывать любую, так как это не будет иметь значения, так как будут отображаться другие валюты. Ограничений на каких-то определенные символы или таймфреймы у индикатора нет. Выбираем вставка, пользовательский индикатор, находим индикатор наш мини-чарт 3.0. И появляются у нас вот такие параметры. Прежде всего, у индикатора есть несколько режимов. Это сингл-мод, то есть будет показываться только одно окно. Допустим, вы торгуете на H1 и хотите отображать графики H4. То есть четырехчасовые. Для этого выбираем мульти-мод фоллс, то есть мульти-мод, когда множество окон, отключаем. Кэндл-мод это как будут отображаться наш мини-график. Наши мини-графики будут ли они отображаться со свечами в виде свечей или в виде баров. Ну, если кэндл-мод true, то будет отображаться в виде свечей. Пусть будут свечи. Далее идут настройки. Да, при режиме одного окна, сингл-мод, то есть мульти-мод фоллс, нам достаточно выбрать, указать вот здесь таймфрейм, который будет отображаться. Вот, допустим, H4. Если хотите, чтобы отображался дневной график, здесь в проект нужно прописать D1. Если хотите, чтобы отображался M15, M15 и так далее. Все так же, как вот здесь, в разделе выбора таймфреймов, все те же обозначения используются и настройки индикатора при указании нужного таймфрейма. Мы можем выбрать угол для отображения нашего дополнительного графика. Вот, по умолчанию стоит единица. Это обозначает, что график будет отображаться вверху справа. Если проставить 0, то будет отображаться вверху слева. 2 внизу слева. И 3 цифру, если в настройках выставить здесь, в разделе окона, то будет отображаться внизу справа наш дополнительный график. Ну, у нас по умолчанию стоит 1, то бишь вверху справа. И пусть будет. Далее. Так, ну, это мы уже разбирали. Далее идут настройки цветов. Бычи свечи, медвежьи свечи. Ну, все как обычно. На обычном графике такие же настройки. Идут настройки длины, ширины, сколько пикселей отступать справа, с левой и так далее. Все это можно настроить для окна. И также есть настройки. Можно добавить сразу на этот дополнительный график. Маленький. Сказать, что среднюю. Здесь мы можем ее включить, отключить. True, False. Сказать, что среднюю. Ну, давайте пусть будет True. Ее период и вид. Сказать, что средний. Если указать EMA, допустим. Или SMA. Пусть будет SMA. То будет простая сказачная средняя. Цвет сказачной средний. Параметры шефтов. И далее идут настройки для Multimode. Мы их пока не трогаем. Пока мы разбираем Single Mode. Режим одного окна. Итак, мы выставили Single Mode. То есть режим одного окна. Дополнительного. Подключив Multimode. И у нас должен отобраться сейчас график H4 евро-доллара. Вверху справа. Нажимаем ОК. Вот он у нас появился. Мы видим, что наша сетка на графике мешает. Поэтому мы ее просто уберем. Правда на комиссионной графике. И сетка. Нажимаем. Ее нет. Все. Мы таким образом от нее избавились. Теперь у нас лучше видно. Вот мы видим H4. Таймфрейм у нас отображается. Отображается количество среднее. С периодом 60. У нас там стояла. Настройка кондикатора. Отображаются свечи. Это то, что происходит на таймфрейме H4. Давайте откроем H4. И сравним график. И вот мы видим, что на нашем мини-графике отображается ровно то же самое, что и на таймфрейме H4, если бы мы открыли его в отдельном окне. Мы видим текущую ситуацию. Вот в таком миниатюбном виде. И можем уже на основе этого принимать какие-то решения. К примеру, если мы видим, что на H4 какой-то сильный тренд вверх, то, соответственно, на H1 продавать было бы неразумно. Вот такой инструмент, который может помочь в принятии решений. Теперь давайте разберем мультимод. То есть, когда у нас будет отображаться более одного мини-графика. Жмем язык индикаторов. Щелкаем два раза мышкой на нашем мини-чарт. И вот у нас вновь появились настройки. Так, ну... Для включения мультимод находим соответствующий параметр. Выбираем True. Так, ну пусть будут свечи. Все так же. Мы находим... Давайте отключим скольчую среднюю, чтобы она нам... Если она нам не нужна, ее можно отключить. И находим группу параметров, которые вот... Идут после надписи Multimod Parameters. Здесь у нас сколько будет колонн, сколько будет рядов. Максимум мы можем открыть 30 графиков, 30 мини-графиков в одном окне. Для различных валют и различных таймфреймов. Здесь можно также настроить пробелы между колоннами и между рядами. По умолчанию у нас одна колонка и четыре ряда. Давайте выставим, не знаю, две колонки и три ряда пусть будет. Если далее идут настройки... Символ 1, таймфрейм 1, символ 2, таймфрейм 2. И так вплоть до 30. Но заполнены по умолчанию только три. Три настройки, то есть... У нас будет отображаться только три мини-графика по умолчанию. А если прописать четвертый, пятый и так далее, то, соответственно, появятся дополнительные мини-чарт с мини-графики. Если не прописан символ настройках, то будет использоваться тот символ, вот в нашем случае евро-доллар, на котором открыт основной наш график. Вот пусть у нас будет... Давайте по умолчанию оставим, как есть. По умолчанию у нас сейчас откроются таймфреймы M15, H1 часовый график. Ну, хотя он у нас открыт тоже, но пусть будет. И H4. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот так это будет выглядеть. Мы видим, что наш график несколько мешается нам, поэтому давайте нажмем вот так, чтобы он не мешался. Если вы собираетесь открыть какое-то большое количество символов, использовать именно целое окно для такого мини-обзора, большого количества символов таймфреймов, то, естественно, отображение графика будет мешаться. Как его отключить полностью график, чтобы он не мешался. Заходим в свойства графика и поставляем все значения, начиная от текста, сетки, бараф, верба, арнис, медвежья вычезда, чай и так далее, такого же цвета, как фон. То есть черная. Черная, черная, черная. И таким образом мы можем полностью отключить наш график, чтобы он не мешался. Остался только индикатор, отображение индикатора и вот здесь можно выставить огромное количество символов, таймфреймов различных и использовать это как мини-обзорное окно. Давайте попробуем выставить другие символы. Вот у нас три окна, выше добавлять не будем. Ну, давайте давайте четвертые, да, для наглядности. Вот у нас символ 4, пусть будет фунт доллар. Прописываем. Таймфрейм четвертого символа у нас пусть будет дневной. Дайдин. Символ 3. Давайте изменим. Символ 2. Давайте изменим. У нас было евро юзды. Так как используется, если не прописано значение в настройках, то используется инструмент, окно которого открыто. Мы пропишем, давайте, доллар иена. Пусть будет. Итак, по настройкам у нас, так как первый мини-чат будет M15 евро-доллар, второй мини-график будет доллар-иена h1, третий евро-доллар h4, и четвертый фунт доллар, дневной график. Нажимаем ОК. И вот у нас появилось мини-отображение графика доллар-иена часового, мини-отображение евро-доллар M15, евро-доллар h4 четырехчасовой графики, и фунт доллар D1. Таким же образом можно добавить вплоть до 30 различных таймфреймов, различных мини-графиков с разными инструментами и какими угодно таймфреймами. Настройок много, но большая часть из них посвящена именно выставлению разных символов. Так на самом деле все просто. В основном все отвечает за отображение. Поизменяйте, поиграйте с настройками, чтобы понять, как все это работает на собственном опыте. Вот такой индикатор, который позволяет нам следить за общей картиной, которая происходит на рынке, и не упускать из вида, не тратить время на то, чтобы переключаться между огромным каким-то количеством графиков. На этом все. Спасибо за внимание. Видео записано специально для сайта credlikepro.ru До свидания. Здравствуйте. Субтитры сделал DimaTorzok субтитр. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...